Люшенька, ты домой? Давай, скорей! Скорей домой! Похоже, осень все-таки настала. Перерывок между перебиранием вещей. Я забежала опять в Тики Макс. Я обнаружила, что тут стойка целая с Левайс джинсами. Но, блин, так обидно. Левайс делаю только вот самый длинный длина L34, а у меня, по-моему, 30 волос, так что они все короткие. Полная цена 80, здесь можно за 29, а на 190. И да, это все оригиналы, нас спрашивали за Тики Макс. Здесь все оригиналы, которые не продались в сезоне. Как вам такая сумка в виде телефона? По-моему, очень прикольная. Что это за фирма? Бетси Джонсон. Не знаю, такой. Но сумка прикольная. Так, я смотрю, тут еще новое мыло вообще выпустили. Смотрите, какой. Coconut Oil. Что-то камера перестала фокусировать, надо ее поругать. Coconut Oil and Pink Grapefruit. Класс. И он как кремчик. Возьму этот. И еще, кстати, я нашла вот такое вот с лавандой. Но он очень сильно воняет лавандой. Я не смогу таким пользоваться. Так, и еще здесь mango и orange. Я, наверное, возьму одну. Блин, тут и lemon и grapefruit. Блин, что, все брать? Просто они появляются раз в год. Я сразу беру банок 10. Вот в прошлый раз я взяла 2 или 3. И сейчас, наверное, возьму тоже 3. Чай, Джинни. Сейчас поедем. Блин, еще одна бутылка. Кстати, только что вернула вот эти вот шампуни. Потому что они все-таки для сухих волос, а не для жирных. Поэтому я все-таки не стала рисковать. Тем более по 12.99. Слишком уж жирные. Просто этот шампунь, он органический. Он с маслом. Он просто не вымыет мои волосы. Кстати, понравилась еще вот такая вот сумка. Не знаю. Вроде бы такая прикольная. На длинном ремешке. Теперь вы понимаете, насколько в Англии любят Рождество? Сегодня 5 сентября. Понимаете, да? Крисмас-фудинг уже в продаже. Все нормально? Да ладно! Все уже в продаже, посмотрите! Минспай уже продаются! Блин! Они такие вкусные! Так, осталось буквально несколько часов. Я начинаю упаковывать кухню. Начинаю с бокалов. С всяких стаканов. У нас тут их очень много. Кружки, чашки. В общем, сейчас все это дело буду упаковывать в ящик. Вот уже коробки в коридоре выставлены. Плюшек, как дела? Сейчас все это будем отвозить. Наконец-то станет по свободной в квартире. Можно будет уже дальше упаковать. А это я пальму обрезала. У меня тут как раз много русских газет. Видите? Левеста на прокат. Кстати, я была на этом спектакле. Классный спектакль. Я фотографировала. Нет, видео снимала. Да, тут ничего не надо запаковывать. Там бокалы хованых лап. Сейчас это будет все дело жмякать и упаковывать, чтобы ничего не разбить. Придется мне расстаться с одной из моих любимых кружек с капкейками. Покупала ее в Паундленд за 1 фунт. Но она отработала мне верой и правдой целых 4 года. И вот только недавно появилась трещина. В отличие, кстати, от кружек Starbucks. Вот эта уже на ладан дышит. А ту, которую я покупала в прошлом году, она уже тю-тю. Я ее уже выбросила. Это качество получше. Но все равно сделано в Китае. И очень быстро появляются трещины вот так вот возле ручек. Так что, видимо, цена на чашки, на кружки, это не показатель. Поэтому, если вы в Лондоне живете, в Паундленде, очень достойные кружки. Тем более, вы смотрите, какая она красивая. На тот момент, когда я покупала, была такая же розовая металлическая и вот такая вот желтая металлическая. По-моему, шикарная кружка. Но не хочется ввести в новый дом что-то треснутое, покоцанное. Я все, что сломанное, поломанное, я все это, конечно, выбрасываю. Поэтому расстаюсь с моей любимой кружкой. Одной из любимых, скажем так. Пакую уже вторую коробку с бокалами и с чашками, стаканами. Уже, не знаю, какая по счету газета пригодилась, кстати, с кофейного фестиваля газеты. Много их тогда взяла. Так что именно упакованы такие плотные, классные. Но у меня, правда, руки постоянно черные от краски. Так что я хожу все время, мою руки. Вот, почти закончила с бокалами. И остались теперь только кастрюли и тарелки. Среди тарелок у нас тут какой-то беспредел просто происходит. Потому что у нас, получается, 4 синих, 6 белых и 6 зеленых. То есть я вообще не понимаю, к чему эти цвета были куплены. Но это слайд покупала еще до того, как я переезжала в Англию. Это уже я покупала две. И вот я сейчас нашла английская такая у нас есть тарелка. Где она тут сделана? Вот, made in Staffordshire. И вот эти вот тоже две такие коричневые. Но они не коричневые, рыжие какие-то. Тоже это английские. Но я оставлю, пожалуй, потому что все-таки их посуда считается качественной. Это, кстати, полурбуксы, которые остались. Сейчас я буду их кушать. Вот, так что, да. С тарелками что-то непонятно. Ну, я уже запакую, потому что потом уже будем думать, какие тарелки будем покупать. Или оставим эти, не знаю. В принципе, мы пользуемся в основном белыми. Так что, не знаю, может быть, эти нам и не нужны. Ладно. Чудеса природы. Утипели меня в морозилке. Это просто жесть. Нормальная такая свалка? Завтра мы уже начинаем перевозить вещи, поэтому сегодня я решила почистить косметику. На подоконник сейчас все выложила. Я извиняюсь за шум, я включила эту штуку, которая влагу из воздуха забирает, потому что у нас влажность 85% в квартире, а на улице я вообще не представляю сколько. В общем, сейчас я хочу перебрать еще раз. Может быть, чем-то я все-таки не пользуюсь еще, я не знаю. Может быть, что-то еще выкину. Не знаю, я вроде бы все уже выбросила. Но в любом случае, я хочу в эту большую коробку из-под бенефит положить то, чем я пользуюсь регулярно. А то, что редко, положу вот в такую вот коробочку. Это крышка, а вот сама коробка. И все. И так мне будет удобно перевозить. И я точно буду знать, где какие продукты. Сейчас, когда все это сделаю, вернусь к вам. Вот и вся моя косметика. Представьте, все поместилось. Ну, конечно, кроме кистей, там еще лаки надо будет спрятать. Но сама именно декоративка вся сюда поместилась. Немножко не так я собрала, как я планировала. Потому что все-таки эта коробка побольше. Сюда я положила не только то, чем я каждый день пользуюсь. Ну, и много других всяких штук. Но из того, чем я постоянно пользуюсь, о чем вы постоянно спрашиваете, это вот эти румяна от Hourglass. Я их просто обожаю. Они обалденные, нежно-розовые такие. Здесь еще Nars Orgasm. Ими как-то реже стало пользоваться. Не знаю, мне вот эти нравятся больше. Затем мой любимый бронзер. Вот этот вот. Мой любимый бронзер от Soap & Glory. Вот такой. Он именно для светлой кожи. Хотя, если я хочу позагорей, я могу использовать вот эту часть. Дальше там я ставила Cushion от Lancome. Дам ему еще несколько шансов. Как-то, не знаю, разонравился он мне. То ли из-за того, что кожа стала похуже, не знаю. Здесь я помадки от MAC выставила. Это Nars помада. И все, в принципе, среди таких помад у меня больше никаких других нет. Дальше у меня есть тут карандашики от Nars. Вот это моя любимая Dragon Girl. Я ее обожаю. Красная, очень красивая. Laura Mercier здесь тянет. Может, вчера, сейчас им редко пользуюсь, потому что кожа, опять же, не позволяет. Есть высыпание, она ничего не перекрывает. Вот всякие карандашики. Вот, кстати, подводка у меня лежит от L'Oreal So Couture Super Liner. Выкинула свою Lancome, потому что открыла ее, сделала стрелки, они отпечатались, сразу скатываются. В общем, выкинула сразу ее. Эту оставила, это хорошее. Мой любимый хайлайтер от Becca Champagne Pop. Вот так вот выглядит. Сейчас уберу эту бумажку. Вот такой я его наношу, как тени. Вы у меня постоянно спрашиваете, это он всегда у меня на глазах. Ну, практически всегда. Кола моя именная. Кстати, я ее ни разу не пользовалась даже. Что-то как-то она слишком не темная. Mary Luminizer тоже сюда положила. Вот этот оттенок мне очень нравится. Кабан обои, он такой зимний, очень красивый. Давайте я вам открою, покажу. Все-таки близится время уже и к зиме, к сожалению. Он такой сливово. Сливовый, что ли. Красивый очень. Там такой мелкий шиммер. Очень мне нравится именно на холодное время годным пользоваться. Как вы могли увидеть, здесь у меня три помады от Kali. Я просто их стопочкой сложила. Это пудра, которую я добиваю. У меня такая же новая есть от Rimmel Stay Matte. Я нашла два пробника какие-то от Lavera и от Kiehl's. Может быть, когда-нибудь я пользуюсь, не знаю. Так, это у меня матирующие салфетки от MAC и от Klinex. И здесь моя любимая тушь от Kaviyo. Сейчас я вам попытаюсь показать. Вот, вот это моя самая любимая тушь. Это масс-маркет в Америке. Она обалденнейшая. Я ее заказываю через AB обычно. Дальше. Здесь мое зеркало. Завивалка. Под шумуру. Точилки. В общем, всякая ерунда. Помадки там. Carmex, еще что-то. И здесь вот под низом вы можете видеть, там есть тушь от Benefit Roller Lash. They are real. Потом там от Clinique еще лежит. Вот это мой любимый наборчик для оформления бровей от Anastasia. И там две палетки. У меня осталось всего для этого консилера от Origins. Всего лишь две палетки. Это Usu Special от Sleek. Она очень классная. Дневная такая палеточка натуральная. И Nude Tude от The Balm. Все, все остальные палетки я либо раздала, либо выбросила. Еще у меня здесь Paint Pot от Mac. И тенюшка одна от Mac в оттенке Holes. Или как-то так. Да. Ну вот и все. С этим ящичком покончено. Здесь уже остатки от роскоши. То, что не поместилось в этот коробок. Значит, здесь у меня две флешки. Я не знаю, зачем они. Ну, пусть они лежат. В общем, там что-то хранится. Новая пудра от Rimmel Stay Matte на всякий случай. Кстати, оттенок у меня, кому интересно. 003 Pitch Glow. Пудра от Clinique лежит. Ждет своей судьбы дальнейшей. Пока что поразирую вот этой. Ну, пусть лежит. Так. Это от Поезд. Тут две тенюшки черное-белое. Как подложки. И здесь от Benet вот эта новая коллекция, которой я как-то никак, у меня руки не доходят ей постоянно пользоваться. Я попробовала карандашик, попробовала помадку. Но все как-то тянут руки, как именно к Анастасии. Это BB-крем от Misha. Это накладные ресницы там лежат под низом. И два помадки от Lime Crime. В общем-то, и все. Это все, что я оставила из лаков. Как вы видите, не очень много. Здесь вот эти вот органические лаки от H.J. Manicure. У меня есть такой уже желтый, такой кремовый, розовый, бледно-лавандовый, фиолетовый и такой темно-вишневый. Красивый очень оттенок. Здесь у меня топ от Zoya. Средство для удаления кутикулы от Corley. Дальше. Вот этот оттенок мне нравится от The Body Shop. Это номер 350 British Rose. Красивый оттенок. Так, вот это вот у меня Essie. Такие блестки. Такой нежный, розовый. Такой вишнево-красный. Это, бога мамам, она более такая вишневая, темная. Тоже розоватый такой. Фиолетовый-лавандовый. И такой синий, очень красивый. И да, вот такая вот смывка от Zoya тоже. Дальше парфюмы тоже нужно запаковать. Они мне, как видите, все в коробках, потому что, ну, я люблю коробки, я их не выбрасываю. Miss Dior. Вот это один из моих самых-самых любимых парфюмов. К сожалению, он не очень стойкий. Black Mask от The Body Shop. Он просто обалденный. Обожаю его на зиму, на свитер. Он так классно раскрывается. Это мой любимый Burberry. Представьте, я его настолько люблю, что у меня всегда есть одна в запасе. На всякий случай, потому что он продается только у нас на Рождество. Я всегда покупаю в запас. Дальше, ну, что-то у нас. Jo Malone Blackberry Ebay. И это огромная такая бутылка. So Couture. So Couture. А, и вот еще одна малютка от Benefit. Rinmabella. Очень, кстати, приятный аромат. Мне он нравится. Но я как-то полноразмерку все никак не куплю. Да, и вот это вот обалденный аромат. Мне его Вики 3000 посоветовала. Точнее, я на ней его услышала. И сразу же купила в Duty Free. Это Humanity от Terry Magla. Не уверена, как правильно читается имя. Но это очень интересный парфюм. Он довольно резкий, но он очень необычный. Он так интересно раскрывается. В общем, если увидите, его обязательно попробуйте. Ну что, буду запаковывать тогда парфюмы. Сейчас придумаю, как запаковать лаки в какую коробку. И будем двигаться дальше. Никогда, слышите меня, никогда не используйте блютак на стенах. Нам пришлось перекрасить две стены. Потому что я вешала картинки над компьютером. Я не знаю, знаете вы, что такое блютак или нет. Я узнала о нем только, когда в Лондон приехала. В общем, это такая штука, она клейкая, да. И благодаря ей можно клеить там всякие вырезки на стену. Но в ней есть жир. И у меня где-то год висели наклейки. Я сейчас их сняла и увидела. Ну не сейчас, а несколько дней назад. Я их сняла и увидела, что на стене жир. И пришлось стену перекрашивать. Потому что жир впитался глубоко туда под краску. Вот. Такой маленький апдейд. Не обращайте внимания на мою прическу. Здесь уже просто кошмар какой-то творится. В общем, плохие новости. Восемь часов утра у нас были заказаны грузчики, машина. Но нам не принесли ключ. То есть у нас получился полный фейл с ключом. Агентство должно было принести ключ. Но какая-то там проблема с хозяином. В общем, он должен был покрасить стены в новом доме. Сделать там кое-что. Нужно было замазать ему, да. Доделать. Такое было условие договора. Но он этого не сделал. И он якобы доделает это сейчас. Поэтому ключ будет завтра. Но у нас-то забронировано все на сегодня было. Поэтому нам пришлось отменить. Ребят, слава богу, все нормально. Мы не будем платить ему стойку. Они приедут завтра. У них есть какая-то работа. В последний момент им подвернулось. Ну, просто сам факт. То, что мне уже, честно говоря, задолбало сидеть в коробках. Вот верите, я уже просто не могу здесь сидеть. Я уже хочу как-то, не знаю, переехать на новое место. И начать уже распаковывать. Потому что меня это просто бесит. Поэтому еще один день в коробках. И завтра, я надеюсь, мы уже начнем переводить мебель. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok